Ну что, друзья, здравствуйте. Сегодня 16 марта 21.00. Мы с Тимофеем Николаевичем. Приветствуем вас. Здравствуйте. Так, ну, сегодня минут пять. Чуть позже я посвящу детям. И попрошу вас, чтобы они подошли тоже к экрану, даже если они сейчас чем-то другим заняты. Это очень важно. Минут пять. А пока, скажи, пожалуйста, чем мы зимой занимались? Кормили голубей. А собак? Тоже кормили. А зачем мы голубей кормили? Чтобы они не замерзли и не померли. А были случаи? Да. Вот именно. Короче говоря, мы спасали их от неминуемой смерти. Мороз и полное сутствие еды. Помнишь, как ты руку протягивал на ладошке? Один голубь летает, да? Разведчик смотрит где-то метров за 50. У тебя на ладошке зерна. Он подлетает и сразу толпа за ним. Помнишь? Да. Ты маленько выучил их? Ну как не выучил? Понял? Поведение. Поведение птиц. Привонил их. Ага. Значит так. Сейчас ты пока иди собирай эту самую. Что там собирал? Гайки, шпильки. Я тебя позову. Есть детали еще выбирай. Выбирай. Так, друзья. Значит, сегодня, надеюсь, обстоятельно поговорить есть о чем. Вот. Я-то думал, что многие учили в школе для того, чтобы хоть что-то это дало, но не получилось. Не получается так. Выходит, совсем дела в этом плохи. Школьная тройка, она ничего не дает. Вот. Давайте, чтобы не скучно было. Так, читаем. Вот немножко шкурных дел. Куда от них деться. Значит, я начал весеннюю обрезку, которая отличается от осенней. Там просто я закатываю черенки. Очень бережно все сейчас. А весенняя обрезка другая. Отрезается двух-трехлетняя ветка. А, а зачем я это вам рассказываю? Сейчас, когда мы с вами закончим, примерно полтора часа поговорим о очень серьезных вещах. Полчасика пообщаемся, вопросы-ответы. И потом я запущу 10-минутный ролик. Попрощаюсь с вами. А этот ролик снятый позавчера. Прямо живем в моей деревне. Вы посмотрите, что такое уже весенняя обрезка и что такое одновременная обрезка на заготовку черенков. Тут, получается, две большие разницы. И надо было совместить. Ну как, отрезаю ветку, которая 2-3 года. А на ней приросты последнего года. Великолепные черенки, убедитесь сами. И я взял то, что нарезал. Может, еще подрежу. Но как минимум, что у меня есть. Вот это вот уникальные вещи. Вот. Они, смотрите, начиная от персиков живые, вы скажете, да, они мертвые. Вот. А я для чего цену снизил? Со 120-150 рублей до 90. Вот. Потому что это весенняя нарезка после страшных морозов. Все, кроме персиков, включая персиковые абрикосы, даю гарантию живые. А этот не то, что 50 на 50, но некоторые почки могут быть мертвой. Я говорю, чисто персик хасанский. После страшной зимы были нарезаны. Так. И еще вот. Видите? Черешня жива. На ней почки набухают. У нас ранняя весна. На цветочек почек. Даже так. То есть. Неплохо. Поэтому я надеюсь их продать, а у вас последние шансы купить. Вот. Список. Есть только уникальные вещи. Кроме некоторых. Ну, к примеру. Яблоня, розмарин. Она на картинках замечательная, но у меня не плодоносила. Абрикос персикового железа. Вот. Забыл написать. Он у меня плодоносил, замерзал, плодоносил, замерзал. И сейчас меня спрашивает Антон Сафронов, как он выглядит. Одно скажу. Культурный. Но как выглядит, не знает теперь никто. Был вариант. У меня одно отклонение было даже вылитый нектарин. Ну, кто меня знает, тот знает. Надежный амур, королевский. Вот. Венгерки надежные. Абрикосы надежные есть. Ну, и так далее. В общем, кто захочет заказ делать, я причем не ограничу. Заказывайте хоть один серенок. И то вышли. Потому что мне это жалко. Такое богатство придется выбрасывать. Так. Пойдем дальше. Это касается черенков. Теперь. Важнейший момент. Важнейший. Меня это научило. И вы должны тоже об этом знать. И так, неделю назад я получаю перевод с Белоруссии. Говорю все как есть. Вот. Перевод на 10 тысяч. Я ему сказал, заплатите за пересылку тысячу. Причем, зная, например, что будет гораздо больше. Вот. Тяжелая посылка. На 10 тысяч там очень много было семян. Плюс мои подарки. Вот. Я сказал, остальную пересылку доплачу. Прихожу на почту. Она там сутки лежит. На второй день мне возвращают. Говорят, вам надо было. Мы сами не поняли. Белоруссия оказывается за границей. Вот я не знал. Тогда, значит, идите на центральную. Я пошел на центральную. Уже матерюсь. Они же просыпаются в посылках. Вот. Я получил... Я почему вам рассказываю? Я получил 3-4 письма. Там проснулись. Тут даже фотографию одну прислали. Проснулись от одной до трех семечек. Ничего страшного. Особенно вот как Белоруссия. Ну, пусть там сейчас опять у нас снегом где-то завалило. И не именно Белоруссия. Ну, юг России. Ничего. Тут же и растает. И можно садить. То есть, это не потери. Но я стараюсь быть объективным. Что это значит? Это... Когда мне сказали, что мне придется платить 1700 рублей. Или 1600. 1600. Вот. Примерно. Я округляю. Вот. И идти будет 2 недели. Я уйду в другую дверь. А там курьерская служба. Или курьерная. Курьерская. Вот. Называется ЕМС. Я говорю, сколько у вас стоит? Она говорит, вот эта посылка 2500 килограмм, 500 с чем-то грамм, будет стоить 200, около 200. Вот. Айти. И вдруг она говорит, шесть дней. И все. Я плачу, ясно, уже вторую часть за свою карман, это 1200 округленно. Вот. И рад, что через шесть дней человек в Беларуси получит очень важную посылку. А почему, знаете, я еще про Беларусь вспомнил? А вспомните наш последний вебинар, а? Вот. Там дела хреновые. Это Лукашенко не знает. А эти ему не скажут, они тоже не знают. Что творится в питомниках, которые мою фотографию украли не одну, а еще друг у друга воровали. В общем, понятно, да? И все это Беларусь. И меня удивляет, что именно Беларусь заказал такую дорогую посылку. И тяжелую. У меня был случай другой. Жаль, вот, может быть, когда-то дойдет до меня. Итак, дальнее зарубежье. Итак, как ее зовут, эту страну-то, Господи, Словакия. Значит, со Словакии пришел перевод, он единственный в своем роде и близко другого. За 70 тысяч. Как я эту посылку тащил? Вот, там же тоже было в этих, как, а еще, как в сыром песке. Я ее до почты датащил, выслал. Резутата не знаю. Но иностранцам понадобилось крупное это. И белорусам понадобилось. Значит, что-то там не так. Ведь они заказали у меня весь список фактически. От роскошных абрикосов до подвойных там, этих самых, вишен, слив и так далее, груш. Ладно. Вот это второе я хотел сказать, что ЕМС, если кто побогаче или кто заинтересованнее, он может уже попросить. А это нетрудно определить стоимость заранее, именно ЕМС. И если это по карману, то я могу высылать ЕМС. Так, значит, теперь я читаю все письма подряд. Извините, за последний день два письма я не успел даже прочитать. Такая жизнь у нас. Благодарю от всей души. Ценный вебинар. Так, все по полочкам. Не переживайте, вы не один такой. С каждым днем нас будет все больше. По месяц подрастает новое разумное поколение. Дело в том, что они-то новое-новое, но оно пойдет в школу. Из них вырастет отъявленных атеистов. И они будут, я чуть ниже объясню, почему я был, взял, у меня сейчас одно к этому складывается. Чуть ниже поймете мою реакцию на вот это вот, на оптимистическое, что подрастает новое поколение. Подрастает, что подрастает. Но самих поместья мало. Они не смогут перестроить сознание во всей России. Вот что беда. Так, теперь. Антон Валерьевич, это я вас ловлю за хобот или за что, за это, за язык. Это ваше письмо. Понимаю вашу заинтересованность в том, чтобы вебинары увидела массу людей больше, чем зарегистрировано на вебинары. Предлагаю делать отрезки видео. Думаю, это будет решение вопроса. Что скажете? Вот. Но вы уже видели, что сделал Антон Валерьевич. Он роботяга, умница. У него вечно на плечах, когда я с ним общаюсь, дети ползают по нём. Как хотите. Вот. Я его понимаю. Но он всё-таки уже прошлый вебинар, ссылки он уже выделил отдельно, как вот здесь написано. Вот. Значит, отрезки сделал. Самостоятельный вебинар. Самостоятельный этот ролик сделал. Он уже в Ютубе. И осталось, чтобы вы, друзья, кто увидит, то это послали его. Тут надо, чтобы дошло до Путина. Путин, так сказать, там копия написана Путину. До Путина не дойдёт сто процентов. Вот. А Бакашенко, ещё раз говорю, сможет дойти. Но для этого над количеством. Так что и вот сегодня сейчас вот какую часть я сейчас посвящу, то, что будет ниже, я попрошу также отрезать. Антон Валерьевич, сами сказали. Будем думать над решением вопроса. Так. Валерий Константинович, это тоже. Вот зачем было про это задавать вопрос? Я уже сколько раз говорю, что у меня есть особый взгляд. Третья сторона. Третья сторона.